Первый пункт, который на сегодняшний день, это пока единственный пункт, оно действительно актуально, и, конечно, я лично буду за себе говорить, заставляя думать. Вот и правильно пастор Кристина говорила, что чем старше становится, чем тяжелее. Вот мы вообще, ну, творение привычек, и когда мы уже привыкли к чему-то, очень сложно. Вот перестраиваться, но все равно горькую правду нам говорят сегодня, что чтобы нести это пробуждение дальше, чтобы распространять царство Божие, все равно нам надо постоянно обновлять наши знания, чтобы сохранить то знание, которое у нас есть, которое неплохо, его надо обновлять, его надо сделать актуальным. А то, как Лена Сташко сказала, мы вообще будем терять актуальности. Вроде банальный пункт знания, да, вроде, ну, кто это не знает. Но на самом деле, когда начинает думать, начинает перевести его на практические плоскости, начинает понимать, что, да, ну, у большинства из нас верующих у нас проблема. Вот, мы не двигаемся в ногу с актуальным знанием, которое есть в нашем поколении. И я в первую очередь говорю за себя. Но пока пастор учил и раскрывал это все, я записала, ну, как вопрос к пастору, и не обязательно ответить сейчас, но, может быть, поможет дальнейший в нашем семинаре или школе, где мы находимся. Я думаю, что стоит пролить свет на механизм искания знаний или алгоритм, да, искания знаний, или знания в каких сферах, вот, надо искать. Я тоже понимаю, что нужна системность в искании знаний. Я вижу определенную системность в нашей церкви, ну, допустим, в духовной сфере, да, которую мы развили до хорошего уровня, да, в нашей церкви. Я думаю, что в духовной части у нас, у многих, кто в видении не страдает, но я думаю, что нам помогает системность, которая у нас есть, и включая эта школа, вот, которая есть, не важно какой год, не важно, что происходит, мы все равно знаем, что у нас будет лидерская школа, мы приходим, и мало-помалю мы растем, поднимаемся. И мне кажется, что у нас должна быть системности, оно не должно быть субуна, как мы искали, как мы будем искать знания, которые у нас есть. Вот, поэтому, это то, что я хочу сказать, чтобы еще более практично, каждый проработал вот этот пункт вот своей жизни, посмотри, где знания на удовлетворенном уровне, а где знания, в каких областях, оно очень плохо, и начинать его потянуть, вот, и либо собственно разработать алгоритм, как мы будем достигать, какие цикличности, какая системность, мы будем достигать вот это знание, но чтобы сохранить даже то, что у нас есть сейчас, нам надо перевести те знания, которые у нас есть, даже духовные знания, нам надо его перевести на социальные, допустим, термины, на социальный язык, для того, чтобы спасать людей, ну, чтобы они входили в садство Божие, через социальную сферу. Поэтому, оно просто интересно, вроде, типа, первый пункт знаний, да, вроде, кто это не знает, да, что нужно искать знания, но когда начинает его разработать, когда начинает углубляться, оказывается, что у нас нет знания не на том уровне, как мы думаем, что оно есть, поэтому спасибо вам за эту школу. Спасибо.